Был разговор с одним интересующимся, как ни странно, есть и такие, к чему я, собственно, удивлю, вот, и вот, да, ну, мотив, претензий такой, что, в общем-то, по КО и СО не совсем понятно, да, ряд вопросов было приведено, на что-то я ответил, на что-то было потом, но, как бы, из-подом отвечаю более-менее, я почему не хочу особо распространяться по этому КО и СО, ну, во-первых, там, получается так, что я тоже не все знаю, в этом смысле, правильнее, да, во-вторых, вещь такая, ой, очень-очень объемная, ну, я, конечно, вам сейчас расскажу, потому что я знаю, не знаю, там, удовлетворить или нет, значит, ну, согласно следующее, да, там были вопросы, да, КО, СО, СО, КО, СОК и тому подобное, да, вот, как они это играют, ну, КОТО, там имеется в виду, что внутри КО проходит свет, оно СО, да, и вот этот свет, он идет неровно, да, он, где-то идет ровно, да, где-то он идет неровно, ну, собственно, вот это вот, вот это вот и является указанием КО-СО, вот, если мы говорим о том, что мы применяем слово, что-то где-то КО-СО, значит, что такое, да, СОК, СОКО, вот, СОКО, это, в общем-то, действительно, там, речь идет о чем, что то же самое, да, внутри КО есть свет, да, ждать этого СО, и вот если мы там берем какое-нибудь яблоко, да, там, выжимаем его, и вот то, что течет оттуда, это, это, собственно, мы называем СОК, да, но это и есть там СОКО, вот этого КО, вот этот вот тот СОК, который там находится внутри, почему это СОК, ну, там по ряду причин, во-первых, с физической точки зрения, она исполняет, в общем-то, точно такую же роль, как исполняет свет для того живого, который зависит от цвета, вот, более того, кровь у нас внутри тоже называется РУДА, вот, тоже называется РА, да, ну, как к примеру, там, РАНА, это РА, текущая НА, текущая НАЗЕМЛЮ, да, РАНА, РА-ЭТА КРОВЬ, в данном случае, НА-ЭТА ЗЕМЛЯ, и она туда течет, вот, да, есть хорошее слово, я бы никогда раньше, сейчас есть, такая возможность, ПРАНА, 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 это дыхание РА и НА, да, причем РА здесь и НА выступают в разных вариантах, да, там, если рассматривать более глубинно, откуда поступает эта энергия, да, это РА, имеется в виду Солнца, она, это Земля, Земля в виде шара, да, вот, как бы, резонанс между ними и, собственно, гоняет сюда-сюда эту энергию, плюс еще сюда добавляется энергия Света, а это, в общем-то, другая энергия, вот, и организм, организм, состоящий из тела, из тела НА, да, и РА, текущего внутри этого тела, да, в одном случае, это кровь, он, это дыхание преобразовывает в другую энергию, в данном смысле, в энергию нужного организма, вот, как бы, ПРАНА, это и я означает, это дыхание РА и НА, вот, значит, с соком понятно, ну, сразу скажу сразу, да, был вопрос, сука, сука, это немного другое, совсем другое, да, это сука, да, это свет не наполненной яйцеклетки, зовущий к стоителю, да, в общем-то, к со и ко не имеют никакого отношения, вот, что касается, да, там, частично мер устройства и со и ко, да, ну, то, понятно, я рассказывал, как колесо, было ко, в него вошло, ла, со своей энергией е, да, и получилось со, вот, ну, это, как бы, вот, такой, как это, случай рождения, да, казалось бы, он понятен, да, почему это продолжает называться колесом, а оно продолжает называться колесом, и, в общем-то, зато, молились колесо, не зря, вот, здесь вопрос очень интересный, дело в том, что должна речь пойти о солнце, снова солнце, потому что солнце – это основа, основа многих процессов, вот, основа многих, многих вещей, и, казалось бы, да, что солнце, ну, что там сложного, на самом деле, как бы, нет, это база, база очень серьезная. Итак, солнце, да, я вам рассказывал, что солнце может погаснуть, то есть в один из, в один из годов, с 20, в ночь 24 декабря по 25 декабря, новое солнце может не, не быть зачато, не быть зачато, вот, и коляда, которую празднует 24 числа, может закончиться сиастом, «Ка-ля-за», ну, «Ка-ля-за» – это соития, как вы уже поняли, да, «ля-за» – это интересная вещь, это нечто мужское, мужской огонь, мужской агни, но это одновременно и нечто воздушное, это воздух, это ветер. Фактически имеется в виду дух демон, да, вот это у нас дух, дух демон, да, а «да», да, ну, это, в общем-то, там, дух воды, вода, в том числе, с физической точки зрения, вот, ну, и, казалось бы, у нас есть там «ля-за», да, это «да-за», через которую проходит «ля-за», вот, и, казалось бы, мы там тоже ругаемся, какого «ля-за», да, это вот именно тоже речь идет о ношениях демона и материи воды, материи материи воды. Так вот, когда «ля-за» не случается, сюда слово «случается» вполне уместно, у нас нового тела Солнца не происходит. Солнце может затопнуть по двумя, по двум причинам. Первая причина – это прекращение, ну, в общем-то, это одна и та же причина, да, это прекращение резонанса с Землей, прекращение этого резонанса с поверхности Земли, да, вот наше Солнце, вот наша Земля, да, вот прекращение резонанса вот этого происходит по двум причинам. Ну, во-первых, причиной может служить тот Биогумас в нашем лице, да, который здесь присутствует, его, его демоны, которые он рождает, в общем-то, они способствуют этому, а способствуют как раз вот тому, что Солнце может потухнуть. Как я говорил, такое уже было в истории, но тут, как бы, вариант такой, что это даже можно как-то поправить при желании всего этого гонста, всех этих биотиков, конечно, вот, но, как бы, это такая, там, не совсем системная вещь, да, есть системная вещь прекращения свечения Солнца, да, когда когда-то не удалось, вот, а не удалось оно по довольно простой причине. Дело в том, что, когда, там, Солнце зажигается здесь, начинает этот организм, эта клетка начинает расти, она начинает расти, вот, ну, это тоже там, как может, растет. В конце концов, рост достигает каких-то критических величин, да, для определенного рода вещей, да, и вот в этих величинах вероятность этого резонанса заметно снижается, да. В конце концов, резонанс невозможен, когда не случается, да, и Солнце начинает тухнуть, причем, в данном случае, оно тухнет относительно быстро, относительно быстро. Что происходит с Солнцем? Как я уже говорил, Солнце имеет точно такую же структуру, структура Солнца. Вот, у нее есть определенный центр, определенный центр, центр небольшой, не особо плотный, вот, тоже в виде шара, да, однофорного, и внешняя оболочка, о которой я, как уже рассказывал, в одном зрителе, который дышит, там, в районе 10-15% в течение года. Так вот, отрывание происходит довольно быстро, ну, во-первых, оно уменьшается довольно быстро, во-вторых, оно остывает довольно быстро, да, превращаясь, ну, скажем так, со временем в базальт. Вот это рождение КО. И слово колесо, 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 вот, да, ну, в общем-то, это не обозначает. Вот, вы меня спросите, а куда это дело девается потом, и что с этим делом происходит? Ну, здесь два пути развития события. Есть первый, да, там, или один из первых путей развития. Если, если в это отрывающее КО довольно быстро приезжает какой-то другой друг, да, то происходит разрыв, разрыв и потом разрыв. Если этот звук быстро не приезжает, если эта система, да, этот звук быстро не приходит, да, то получается следующая ситуация. Как вы знаете, у нас солнце вращается по кругу, да, по такой спирали, оно продолжает вращаться дальше, то, что остывает. Ну, и, казалось бы, да, что из этого следует? Из этого следует, что должно быть килограмм таких остывших солнц. Но где они? Где же они? Их не видно, мы их не можем увидеть. Где они находятся, все эти остывшие солнца ранее. Они, собственно, там и находятся, да, ну, вот. Наша земля, где мы живем, ну, я по-прежнему себя рисую, чтобы не ошиблись, где я живу. Вот. Ну, и вот здесь вот у нас с вами солнце, да, которое там вращается, положим вот так, вид сверху, со стороны северного полюса, это солнце вращается. Вот. Вот. Оно остыло, перестало быть солнцем, оно продолжает вращаться, увеличивая, постепенно увеличивая, да, для вращения, да. И вот наши с вами известные солнца, которые были раньше, да, это Марс, Марс, кто там у нас идет дальше, Венера. Это Меркурий, Меркурий, кто там у нас, не помню, Юхан, Юхан, Юран, по-моему, да, Уран. Сатурн, Сатурн, и, наконец, Юпитер, предыдущее наше солнышко Юпитер. Юпитер, да, ну, здесь у нас с вами есть Луна, ну, Луна, как бы, это... тоже из этой серии, но это вот тот первый вариант, который я и рассказал, это кусок, да, его нужно правильно нарисовать, это кусок, значит, все вот эти вот ребята, это бывшие Солнца, причем, если вы посмотрите в название, наши предки не были драками, все планетоиды, которые раньше были Солнцами, имели в своем названии букву R, там, РА, РУ, КУ, вот, ну, в смысле, вот, это все бывшие Солнца, естественно, их устройство точно такое же, как оно было, там, после непосредственного смерти, да, это застывшее КО, это внутри еще одно застывшее, это самое, застывший шар, который там, в конце концов, да, там, как-то набирается воды, концентрируется все дело, да, вы сами понимаете, что после смерти Солнца идет обратный процесс уменьшения, уменьшение довольно такое быстрое, вот, плюс еще у нас, я вам рассказывал где-то, что есть градиент плотности эфира, да, здесь он максимальный, максимальная плотность эфира, соответственно, те ребята, которые движутся сюда, они фактически увеличиваются в размере, то есть, есть, да, определенная такая зона деградации, да, когда вот эти ребята сперва уменьшались по своим внутренним причинам, да, то есть, они остывали, были определенные процессы, оно уменьшалось, а потом по причинам, да, вот этого градиента плотности эфира, они, в общем-то, растут, ну, для нас, в нашем понимании, да, то есть, точно такой же рост, как был рост, когда здесь образовывалось Солнце, потому что, в конце концов, внутри каждого этого мертвого Солнца загорается Солнце вновь, там тоже есть ряд причин, по которым оно загорается, да, и, собственно, вот, после определенной зоны, да, когда прошел период становления, да, период, когда да, да, Рим, вот это Солнце, Солнце и материя, да, он погас, случилась Москва, да, Мо случилось в это холодное, потом в это холодное вошел в Агний, да, этот Агний расколол середину, расколол середину, клюв, да, которая, собственно, распалась на воду, на огонь, то есть, на воздух, огонь, воду и землю, вот, причем, как бы, когда она распалась, случился Ад, да, то есть, сами понимаете, Солнце загорелось, да, то, что я рассказывал про сказки, забытые русские сказки, когда-то Солнце загорелось, да, оно освещало все круглосуточно, круглогогично, всю внутреннюю поверхность, да, вот этот, именно это называется Ад, да, и уже когда Ад дал ночь, да, когда вот это дело, там, выросло чуть больше, а интенсивность этого уменьшилась, да, стала часть Ко, наполненная светом, вся называемая Адом, превратилась в то, да, то есть появилась ночь, вот это вот появление ночи, дал жизнь, да, жизнь дал человека, человек дал любовь, ну, и там дальше, там, тело, труд, это я рассказывал, да, и рай, в конце концов, который, да, в результате все равно разрушается, вот, так что, вот такие дела по поводу СОИКО, и почему, и где-то мужское, и как мужское перетекает женское, и женское, и мужское, как одно рождает другое, вот, как нет четких граней принципиальных и критерий для этого определения, в общем-то, вам должно быть видно, пока я углубляться в КОИСОР дальше не хочу, там тоже есть, в общем-то, приколы, вот, они отражены у нас в словах, в смыслах слов, да, что, что можно и нужно, я так более-менее...